Говорит автор, ученый, христианка, спикер на многих программах. Оно звучит так. Вы созданы, чтобы любить. Доктор Каролайн Лив, патолог коммуникации, когнитивный нейробиолог, библейский и научный эксперт по мышлению. Внутри вас есть блестящие, феноменальные схемы, сотворенные Богом. Ему было так интересно творить ваш мозг. С большим энтузиазмом ее вновь приглашали на программу «Славцы Господа». Каролайн, почему она всегда должна быть права? Скажи мне. Потому что она женщина, как и я. Ее дар – помочь вам осознать связь между вашим мышлением и вашим телом. Мы контролируем наш мозг, а не мозг контролирует нас. От духа к душе и затем к телу. Дух Святой управляет всем. Более 20 лет она изучает науку мыслей и раскрывает тайны мозга. Научно мы видим мозг, схематично настроенный на позитивные решения, позитивный оптимизм и умение видеть во всем хорошее. У вашего мозга бесконечный, непознанный потенциал. Когда разум будет в порядке, ваше духовное развитие будет процветать. Связь с Духом Святым будет процветать. Ее страсть – помочь вам раскрыть в себе огромный потенциал. Она объясняет научные и духовные аспекты мышления. По умолчанию мы созданы, чтобы любить, чтобы выбирать правильные вещи. Наш мозг создан, чтобы любить. Она открывает связь между наукой о мозге и вашими эмоциями. Эти схемы пересекают сотни различных структур внутри вашего мозга. И все они работают вместе, подобно оркестру, когда вы пользуетесь своим разумом правильно. Теперь в своей программе она покажет, как контролировать свои мысли. Добро пожаловать на программу «Включите свой мозг» с доктором Каролайн Лив. Вы считаете, что будущее будет лучше, чем настоящее и прошлое? 99,99% людей обычно отвечают «да». Значит, мы инстинктивно от природы уверены, что будущее будет лучше, чем настоящее или прошлое. Тогда откуда в этом мире столько негатива, отчаяния и разочарования? Научные исследования показывают интересный факт. Мы созданы, чтобы любить, чтобы быть оптимистами. Это означает, что сотни структур вашего мозга, каждая частичка вашего тела, все органы, все химические вещества и вся физиология – все направлено на позитив. Бытие 1.26 говорит, что мы созданы по образу Бога. Библия говорит, что у нас ум Христов. Если Бог – это любовь, значит, мы точно созданы для любви. Созданы, чтобы любить, означает, что страху мы учимся в процессе. Такие вещи, как отчаяние, разочарование, негативизм, обескураженность – это все не норма. Представьте, что в построенном здании уже проложены все провода, и все готово к нормальной работе. Это нормально. Наша норма – думать хорошо, быть настроенными на хорошее. На этой неделе поразмышляйте о том, что вы настроены на любовь. Вы созданы по образу Бога. Бытие 1.26 говорит, что Он сотворил нас по своему образу. У нас ум Христов. Каждый день, как мыслящие существа, мы постоянно обдумываем свои мысли. Но это не показывает нас всецело. Кроме сознательной части того, кто мы есть, есть подсознательное мышление. Подсознательное мышление управляет сознательным. «Я хочу знать мысли Бога. Все остальное – мелочи». Альберт Эйнштейн В науке есть выражение, ставшее сенсацией по всему миру. Оно звучит так – «Вы созданы, чтобы любить». Это потрясающе. Ученые, которые не верят в Бога, обнаружили, что мы созданы, чтобы любить. Один из них так и заявил – «Мы созданы, чтобы любить». Страху мы учимся в процессе. Как мой мозг настроен на любовь? По своей природе люди созданы оптимистами. По природе мы видим хорошие. Именно это и обнаружили ученые. Они связали то, что мы созданы, чтобы любить, и нам приходится учиться страху. Все наше физическое существо, все наши схемы, нейроны в нашем мозге, ветви, химические вещества, вся нейрофизиология и физиология тела отлично сочетаются со всем позитивным. Когда в нашем разуме негатив, когда в нем есть отравляющие мысли, негативные отношения, если мы в депрессии или переживаниях, все это расстраивает настройки мозга, химических веществ и реакции нашего тела. Потому что у нас не создана структура для подобных вещей. Мы портим хорошие вещи. Мы берем хорошее, пользуемся им и неправильно. И в результате получаем физические изменения нашего мозга и нашего тела. Это неестественно. Когда мы думаем негативно, когда действуем вне режима любви, когда живем в страхе, и мозг и тело реагирует. Слава нашему Богу. Давайте мы поаплодируем доктору. Я хотел сегодня представить эту книгу. Она выглядит вот так. «Включите свой мозг». Есть на болгарском, есть на русском языке. Поэтому вы можете через интернет-магазин заказать, купить. Мы заказали из Санкт-Петербурга 20 книг. И мы хотим распространить в нашей церкви. В принципе, уже в доступе. Аудиокнига Каренай Лив. «Включите свой мозг». Вы можете себе это закачать на ваши гаджеты и уже слушать. Я бы хотел, чтобы это пособие было у вас всегда перед глазами. Сегодня я хотел прочитать рецензии. Пишут очень многие, но я хотел выбрать именно профессионалов. Те, которые работают в этой области. Компетентных людей. Например, пишет нейрохирург, автор книги Грейматы, Дэвид Леви. Каренай Лив подарила людям истинное сокровище. Она сумела передать сложные понятия современной науки простым и доступным языком. Ее открытие заставляет нас обратиться к науке и библейским истинам, дабы усовершенствовать наше мышление, взаимоотношения и здоровье. Читать эту книгу – сплошное удовольствие. Если вы хотите улучшить свою мысленную деятельность, хотите получать больше радости от жизни, обязательно прочитайте ее. Я хотел бы прочитать. В этом году к нам приезжает Джон и Лиза Бевер. Они будут выступать и в этой церкви, и в фестивальном комплексе по приглашению нашей церкви. Наша группа прославления будет открывать эту конференцию. Мы получили такое особенное предложение. Для нас это большая честь. Что пишет Джон и Лиза Бевер к этой книге? Доктор Карелайн Лив мастерски сплела науку и Слово Божие. Эта книга не только перенастроит ваш мозг, но и пробудит вашу гениальность. Вы сумеете стать личностью, которая вас задумал Творец. Сможете делать то, для чего были созданы. Читайте книгу и обновляйте ваше мышление. Еще два профессионала. Брайан Снелл, нейрохирург. Главную роль в нашем поведении играют наши мысли. В книге Лив показано, как научное открытие в области мыслительной деятельности подтверждает библейские принципы относительно здравомыслия. Здоровые мысли обусловливают здоровье тела и души. Карелайн дает практические рекомендации, как провести свои мысли в соответствии с библейскими истинами, чтобы научиться преобразовываться обновлением ума нашего постоянно. Римлянам 12.2. Доктор Лив поощряет нас посмотреть на себя Божьими глазами, глазами Креста, провстившего нам грехи. Это пишут ученые, специалисты с большим стажем, известные нейрохирурги. Следующий доктор медицины и философии, исследователь мозга Питер Амуа Куарши. Доктор Лив, это последняя, смогла показать, что все эти революционные откровения в области нейронных взаимодействий на самом деле давным-давно описаны в Библии. Научные исследования лишь подтвердили Божье слово. Заслуга Карелайн состоит в том, что она сумела освежить в нас детское изумление мудростью Творца. Мы действительно дивно сотворены. Смотрите Псалом 138.14. Во второй части книги автор объясняет, как воплотить приобретенные знания в жизнь настолько доступным языком, что его поймет даже ребенок. Будучи практическим специалистом, доктор Лив способен научить, как шаг за шагом изменить жизнь, духовную, душевную и телесную. Я лично наблюдал, как эти шаги воскрешали целые церкви, семьи, образовательные заведения. И вообще-то я и сам был воскрешен. Питер Амуа Хуарши. Влиятельные мужи Божии, ученые мужи, которые сами, можно так сказать, не новички, не дилетанты, они восхищаются вот этим пособием, которое обучает людей, как практически поменять свою жизнь. Немножко микрофон, можно чуть-чуть снизить, потому что что-то это помехи. Спасибо. Сегодня я хотел открыть для начала эту мысль. Красной нитью проходит через всю книгу. И эта мысль находится в книге-притче, 23 глава, 7 стих. У кого есть Библия, я просил, чтобы мы приходили с Библиями, и сегодня, чтобы мы пришли с записными книжками, потому что некоторые вещи нам нужно будет сегодня буквально прописать. И в притчах 23.7 написана такая основная мысль. «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». Вот на этом достаточно. «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». То есть Библия нам говорит о том, что мысли определяют нашу сущность. Какие мысли в нашей душе, такими являемся мы сами. И это основная мысль автора. И я хотел бы поделиться своими какими-то переживаниями, своим опытом, потому что я тоже врач, который проходил обучение в Карагандинском государственном мединституте, и в те 90-е, 80-е годы, я поступил в 89-м году, закончил в 95-м, и нас учили. Ну то есть это материалистическая школа, которая преподавала таким образом, о том, что не нервничайте, не раздражайте друг друга, потому что нервные клетки, ну я думаю, что многие это слышали, они что? Они не восстанавливаются. Ну кто слышал, да? Чуть-чуть позже, это уже где-то в конце 90-х, в начале уже 21-го века начали уже говорить о том, что клетки головного мозга все-таки восстанавливаются, оказывается. Ну, то есть уже начались какие-то первые такие испытания, исследования, и доказали о том, что оказывается, нервные клетки головного мозга, центральной нервной системы восстанавливаются. В этой книге автор доказывает, очень много научных изысканий, не только ее, но и других авторов, она приводит источники, о том, что нервные клетки, головной мозг, белок, строительный материал головного мозга, он зависит от нашей мыслительной деятельности. То есть если наши мысли негативные, если мы постоянно думаем только о плохом, то эти мысли, они буквально разрушают наш мозг. Если наши мысли позитивны, если мы мыслим созидающим, то эти мысли, они буквально выстраивают наши нейросенсорные связи, выстраивают головной мозг и постоянно его обновляют. И слава нашему Богу, да. Ну, я думаю, что на территории таких материалистических стран, где не верят в Бога, я могу согласиться, что мозг на самом деле не восстанавливается, потому что, когда народ не верит в Бога, когда народ пребывает без Божия, то в основном это вливается в то, что люди говорят только плохое, и только негативное, и не верят ни во что, не верят в свое, не то, что там будущее, а в завтрашний день, и тогда это действует на таком, знаете, на подсознательном уровне, разрушающе. Вот, я согласен с тем, что когда, поэтому даже я хочу сказать, на всем бывшем постсоветском пространстве в этом направлении вообще не велись никакие исследования, ну, кроме редких единичных исключений, ну, о чем сегодня я попросил Марию немножко поделиться о академике Бектеревой, которая вела такие исследования, несмотря на то, что ее преследовали, запрещали, гнали, вот, и всячески вот так вставляли палки в колеса, и она тоже пришла к такому выводу, о том, что Бог есть, и на самом деле о том, что если входить в соответствии с Божьим Словом, то тогда давайте откроем еще одно место Ефесянам 4 глава с 20 стиха. Что происходит? Сегодня моя задача просто донести вообще для чего это все нужно? Настроить свой мозг или включить свой мозг? Для чего включать этот мозг? Может быть, даже лучше неведение, в том плане, что мозг был отключен, ничего не знать, ничего не видеть, просто находиться в состоянии анабиоза, спячки. Но смотрите, что говорит апостол Павел в послании Кэфисиана в 4 глава с 20 стиха. Но вы не так познали Христа. Можно, оказывается, по-разному познать Христа. Можно просто вот так знать о том, что там была такая личность. Этого достаточно. Очень важно познать его действительно, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истинно в Иисусе. Отложить прежний образ, вид жизни ветхого человека. Слушайте меня, да? То есть здесь надо приложить усилия. Для того, чтобы не жить, как ветхий человек, даже верующему человеку, христианину, нужно приложить желание, дисциплина, какое-то волевое, знаете, на самом деле, усилие участия. О том, что я больше жить так не буду. Как живет этот мир, как живет, на самом деле, ветхий человек, который, на самом деле, живет не по Богу, не в соответствии со Словом Божиим, не настраивается на волну Святого Духа. Этот человек, что? Он ветшает, он истливает. Дальше написано, истливающего в обольстительных похотях. Что значит истливающий? Он разрушается, саморазрушается. Аминь или не аминь. Если мы не прилеплены к Богу, мы разрушаемся. 23 стих. Обновиться духом, ума вашего, какое прекрасное выражение, ум сам по себе обновиться не может. Он может обновиться духом. Духом мы можем прилепиться к Духу Святому, к Богу, и через это начинает происходить обновление. Мы сами по себе, без Бога, мы не можем обновляться. Обновляться. Вот это нам надо просто вот так усвоить. Пусть это в нас укоренится. И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, 25 стих, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу. То есть мы служим друг другу. Мы несем друг другу истины. Потому что истина нас освобождает. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Потому что дьявол, да, написано день и ночь, он рычит, ища кого поглотить, он буквально вот так закидывает свою какую-то ложку, левиту, какие-то мысли нехорошие. Кто крал, впредь не кради. А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было с чего уделять нуждающимся. Библия призывает нас трудиться. Трудиться это хорошо. Особенно, если это в Божьем благоволении, то это на самом деле это приятно. Особенно, если ты становишься компетентным, если ты начинаешь царствовать, это потом еще приносит тебе определенную прибыль, так что ты можешь уделять нуждаемся. Ты можешь заниматься благотворительностью. Для христианина это хорошо. Никакое гнилое слово, да не исходит из уз ваших, а только доброе, для назидания веры, дабы оно доставляло благодать слушающим. Смотрите, не просто какие-то назидающие слова, да, но что-то умное, а чтобы это слово оно доставляло благодать. Чтобы это благодать, да, написано, что благодатью мы спасены, благодатью поверье. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречия со всякой злобой, да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Аминь. И здесь апостол Павел призывает нас к тому, чтобы из нашей жизни просто было буквально выкорчевано, я бы так назвал, деструктивные какие-то мысли, разрушающие, да, на простом языке, эмоции, то есть это раздражение, это ярость, это гнев, это все худое, да, это мысли, которые направлены на то, чтобы кого-то задеть, кого-то унизить, кого-то оскорбить. И вот как первое такое осознавание, да, потому что осознание это один из таких столпов этого движения, осознайте сейчас, на что вы направляете свою силу, то есть вы получили какую-то силу, вы получили какое-то подкрепление, вы в силе, да, вы, у вас есть какой-то потенциал, да, на что вы тратите этот потенциал, давайте вот, ну, первое такое осознание, на что я трачу свою жизнь, я хочу сказать о том, что если в твоей жизни еще остается что-то, что кого-то унижает, да, что у тебя периодически какое-то раздражение, да, у тебя какие-то негативные мысли, у тебя неверие о том, что ничего не получится, ну, я какой-то неудачник, или ты кому-то это говоришь, когда мы кого-то такими словами или такими эмоциями разрушаем, в первую очередь эта разрушающая сила проходит нас, через нас, и мы разрушаем, в первую очередь, кого? Мы разрушаем самих себя, мы разрушаем свой мозг, мы разрушаем свою центральную нервную систему. Когда вы приобретете эту книгу, начнете ее читать, вы узнаете, что мы с вами мыслями можем настолько влиять на свой мозг, даже на генетическом уровне, что можем разрушать ДНК. То есть, можете себе представить, о каком уровне? Это уже доказано. То есть, научные факты говорят о том, что плохие слова, плохие мысли, плохие эмоции разрушают структуру ДНК, твою генетику. И это отображается не только на тебя лично, но на твоих детей, на твоих внуков и прагнуков до четвертого поколения. Можете себе представить, насколько это серьезно? Но я хочу сказать о том, что в Библии-то это написано. Те, которые, да, благословляют имя Господне, они будут благословенны. Те, которые не благословляют, те, которые, ну, просто живут, как хотят, там, без Бога, да, ну, пожалуйста, Бог не неволит никого, но они включают определенный механизм, который начинает действовать до третьего и четвертого рода. Генетические заболевания определенные. Здесь автор пишет о том, что если даже ты унаследовал что-то, ну, там, например, ты думаешь о том, что, ну, мой папа болел сахарным диабетом, да, а его папа тоже болел сахарным диабетом, а по материнской линии у меня там идет вот такие-то, такие-то заболевания, онкология. Ну, наверное, это придет и на меня. Вот эта книга объясняет о том, что ты можешь разрушить влияние наследственности или вот этого какого-то порочного механизма, который, на самом деле, для неверующих людей он сработает, но для тех, кто уверовал, он перестает работать. Ну, вот, например, ну, знаете, на самом деле, когда я уверовал в 91-м году и с 92-го года я начал активно проповедовать, я как врач знал, то есть меня научили о том, что клетки головного мозга не восстанавливаются, но я читаю в Библию, а там написано другое, там написано о том, что мы будем обновляться в силе, аминь или не аминь. Я проповедую это, я говорил о том, что мы, написано так, мы будем обновляться, юность наша будет обновляться, написано так, написано, да, и просто написано очень много вещей, в том числе, что мы постоянно обновляемся в познании Господа нашего Иисуса Христа. Вот это обновление, оно постоянно происходит, если я нахожусь в общении, в молитве, в церкви, читаю Слово Божие, познаю что-то, на самом деле, сверхъестественное, вот эту благодать, которая сходит на нас, когда мы молимся вместе, когда мы общаемся вместе, когда мы находимся в собрании святых, эта благодать, она меня обновляет, я в это поверил, я это начал проповедовать, и своим пациентам я говорил о том, что, ну, не слушайте, да, обновляются клетки, поверьте в Иисус Христа, вы полностью обновитесь в силе, юность ваша обновится, вы будете, в 40 лет будете выглядеть, как на 20, да, в 60 лет вы будете выглядеть, как на 40, мы продолжали все эти, такие исповедания в церкви, в своей личной жизни, и это начинало происходить, в том плане, что мы видели о том, что Бог каким-то образом хранит нас, Он оберегает нас, мы не стареем реально, мы не болеем, наши дети не болеют, мы отказались от вакцин, и наши дети выросли здоровее других детей, которые делали эти вакцины, мы отказываемся от каких-то каждодневных вакцин, потому что я понимаю, что такое вакцина, вакцина это внедренное бактериологическое оружие, на сегодняшний день, которым на самом деле, на территории, как я уже приводил такие факты в своих проповедях, только на территории России, каждый год погибают десятки тысяч детей, только от вакцинации, те, которые выживают, практически всегда есть какие-то последствия, в виде энцефалитов, и каких-то определенных таких поражений, центральной нервной системы, давайте мы пойдем дальше, для чего нужно включить свой мозг, для чего нужно принять это здравое учение, вы знаете, вот просто нам надо, когда вы будете прописывать цели, я бы хотел, чтобы мы глубже копали, потому что, ну просто вот, я считаю, что это очень поверхностно, ну например, сегодня мы можем слышать очень много учений о процветании, например, о том, что быть здоровым, вот как вы, знаете, вот на кафедре философии нас учили, задавайте вопросы, вот, а зачем, ну вот, ну включить свой мозг, а зачем, ну чтобы мозг обновился, чтобы сознание расширилось, а зачем, вот, и вот просто вот это зачем, зачем, почему, как, каким образом, в моем представлении, вот стать богатым, как вы думаете, это цель вообще? Да это не цель, ну просто вот, на самом деле, вот для меня это не цель, вот стать успешным, это не цель, стать известным, это не цель, вы знаете, вот просто, когда ученики пришли к Иисусу Христу, вот Библия говорит о том, что Бог, прежде нашего прошения, Он уже знает наши нужды, Он знает, что наши нужды, они такие вот человеческие, они меркантильные, что хотели апостолы? Один просил, Господи, чтобы мне сидеть там, вот когда мы будем на небесах, чтобы мне сидеть по правой руке от Тебя, помните, да это? Ну просто там, кто-то там из казны там тянул деньгу, там, ну просто там, ну известен факт, что Иуда Искариот воровал, там из казны, короче, ему нужны были деньги, то есть даже апостолы на своем уровне, хотя они были учениками Иисуса Христа, самого великого Учителя, у них интересы, их желания были человеческие, меркантильные, и Бог это прекрасно понимает, Бог говорит, ну хорошо, ну в том плане, что Иисус говорит свое на горном проповеди, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, все остальное, о чем вы хотите, оно приложится, но не это главное, Иисус Христос ставит такой акцент, когда мы читаем, когда мы изучаем Его первосвященническую молитву, которая подробно написана в Евангелии от Иоанна, 14, 15, 16, 17 главы, вы там можете прочитать, что и о чем Иисус молится, Он молится там о том, что Я в Отце, и Отец во Мне, и мы суть едины, помните, да, это, потом Он молится о том, что Господи, как Я в Тебе, так Ты во Мне, так и они, да будут в нас едины, желание Иисуса Христа, чтобы мы были в Боге, понимаете, да, и вы знаете, я заметил такой феномен, когда для тебя что-то теряет значение, апостол Павел пишет, ради Христа я от всего отказался, но это не значит, что апостол Павел был абсолютно нищим человеком, или он совершенно не использовал свое духовное образование, или он вообще там не использовал транспорт, или ходил везде пешком, он всем этим пользуется, просто здесь происходит такой обмен, Иисус Христос по этому поводу говорит, если ты попытаешься душу свою сберечь, ты ее потеряешь, и в одном переводе душа переведена как жизнь, ну это в принципе такие тождественные понятия, буквально это говорится о том, что если ты попытаешься жизнь свою сберечь для самого себя, ты ее потеряешь, как много людей сегодня говорят, Господи, я хотел бы еще пожить для себя, ну там я знаю, о чем этот евангелист говорит, я знаю, о чем этот верующий там брат подошел, что-то пытается такими вкратчими словами там, ну как-то рановато мне еще в церковь, как-то рановато мне еще, у людей почему-то представление, что к Богу надо приходить буквально там за 5 минут перед смертью, а до этого надо пожить, понимаете, но Бог-то не против того, чтобы ты пожил, Бог за то, чтобы ты пожил в нем, потому что только в нем жизнь и жизнь с избытком, и в этом отношении на самом деле просто вот этот феномен, который я хочу сегодня проговорить, он говорит о том, что Иисус говорит, но если ты потеряешь душу свою или жизнь свою ради меня, ты ее приобретешь. В тот момент, когда что-то теряю, например, когда богатство для меня теряет всякое значение ради Иисуса Христа, Бог дает мне богатство, Бог дает мне финансы, там крупные финансы, но на самом деле, когда-то я просил у Бога, там, ну, мой уровень был такой, мой уровень веры был маленький, я просил, господи, ну, мне бы хотя бы там, ну, просто, вот, 10 рублей мне нужно необходимо, не хватая чуть-чуть, ты мне благословишь, ну, потом просто через какое-то время вера появлялась больше, господь, здесь вот хорошее дело, ну, благослови нас, пожалуйста, пусть эта сумма придет сверхчистенцовым образом, о какой сумме идет речь, тысяча, там, Бог дает через какое-то время. Сейчас моя вера выросла, что на самом деле, то есть, просто, я молюсь Богу в моем представлении о крупных суммах, ну, это полмиллиона, это миллион, и, ну, там, евро, долларов, и я вижу, что Бог мне отвечает, потому что это мой уровень, ну, я к нему шел, правильно, да? Ну, это при всем при том, что для меня эти деньги не имеют никакого значения, поверьте мне, они потеряли для меня значение, потому что нам надо увидеть, какая цель. Цель – это не богатство, это не финансы, наша цель – это Бог. Понимаете? Да? Слышите меня? Когда мы обретаем Бога, когда мы входим в унисон с Ним, когда деньги для нас теряют всякое значение, Бог может выделить тебе нереально большую сумму, потому что Он знает, что ты к Ним что? Не прилепишься. Потому что корень всех зол есть сребролюбие, прилепиться к деньгам, не прилепляйте к деньгам, прилепляйтесь к Богу. Слышите меня? Он цель. Его задача, задача, Иисус для этого пришел, Он пришел для того, чтобы нас соединить с Богом, чтобы нас сделать боголюбцами, чтобы мы возлюбили Бога всем своим сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью, прилепились к Нему. А все остальное, оно будет прилагаться. Слышите меня, да? Успех, какая-то известность. Когда ты потеряешь всякий смысл в том, чтобы быть успешным, придет успех. Когда ты потеряешь всякий смысл в том, чтобы быть известным, придет известность. Но она для тебя уже не будет иметь никакой роли, никакого смысла. Бог просто будет поднимать тебя возносить, но ты не будешь прилеплен к этой славе. И это очень важно для Бога, потому что Бог есть Бог-ремнитель. Если Бог увидит, что ты прилепился или к деньгам, или к славе, или еще к чему-то, да, то приходит гордыня. А гордыня, она всегда предшествует падению. Мы понимаем, о чем говорим? Слава нашему Богу. Поэтому, когда прописываете цели, всегда смотрите туда, дальше. Древние говорили так, что если ты будешь стрелять в утку, ты попадешь в землю. Но если ты будешь стрелять в луну, на фоне которой пролетает утка, ты пронзишь эту утку. Понимаете? Цели какие? Цели полагания должны быть мощным, сильным. О том, что, Господи, я хочу быть богатым. Господи, Бог, ну просто не смешите Бога. Ну на самом деле. Потому что просто это звучит даже как-то некрасиво, неэтично. Ну вот, посмотрите. Я хочу стать благословением для болгарской нации. Это звучит? Это звучит. Мотивация правильная. Бог через тебя начнет благословлять эту землю. Придут какие-то оплёные финансы. И здесь нет ничего меркантильного. Здесь стоят интересы самого Бога. Для чего нам надо настраиваться? Вы знаете, вот почему вот это раздражение должно просто уйти из нашей жизни? Ярость, гнев, крик. Кроме того, что это разрушает наш мозг, разрушает нашу центральную нервную систему, это вводит нас в какой-то оплёный такой диссонанс. То есть, Бог не может на нас излить своей благодать. Мы в какой-то степени закрыты для Него, когда мы находимся в таких состояниях. Давайте мы прочитаем третье и последнее место на сегодняшний день, которое сегодня я хочу открыть. Это написано в послании к филиппийцам, тоже 4 глава, 6 стиха. И к чему Библия наоборот призывает, о чём нам думать, о чём нам помышлять. Здесь тот же самый апостол Павел пишет, не заботитесь ни о чём, но всегда в молитве прошения с благодарением открывайте свои желания пред Богом и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт сердца ваши помышления, то есть наши мысли ваши во Христе Иисусе. И опять же, это дисциплина, это наше желание, то есть мы должны это захотеть, мы должны это практиковать, само по себе это не происходит. С 8 стиха. Наконец, братья мои, что только истина, смотрите, к чему призывает Павел, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышлять. То есть нам надо приложить усилия для того, чтобы помышлять о том, что истина, что свято, что честно, что достославно, чему вы научились, что приняли, слышали, видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Давайте опять будем задавать вопросы. А зачем думать о том, что чисто, что достославно, что справедливо? Я хочу вам дать такую сегодняшнюю подсказку. Этого в этой книге нет. Когда мы начинаем думать о том, что свято, о том, что достославно, о том, что чисто, о том, что любезно, то есть то, что направлено на любовь. В этот момент мы настраиваем свой мозг, свою центральную нервную систему, свою душу, все свое естество на волну Святого Духа. И вот это самое главное. Мы подготавливаем почву. Иоанн Креститель говорит, готовьте путь. Вы знаете, на самом деле, как его приготовить? Думайте о том, что чисто, думайте о том, что свято, думайте о том, что достославно. Мысль, автор книги пишет, что во Вселенной после Бога по силе, по своей мощи стоит человеческий мозг. И это доказано на сегодняшний день научным каким-то таким, знаете, способом. Оказывается, там сокрыта такая колоссальная сила, мощь, какой-то резерв, потенциал. Но я хочу сказать о том, что я всегда говорил о том, что мы устроены как приемное устройство. Мы в какой-то степени мы приемник. Мы предназначены изначально для того, чтобы быть частью Бога, для того, чтобы Бог приходил в наши жизни, для того, чтобы Он делал через нас то, что Он хочет, то, что Иисус Христос демонстрировал, живя на этой земле. Потому что Он не только говорил, да, сегодня нас, проповедников, упрекает о том, что, это болтуны, болтают там, и болтают себе там, ничего не делают. Ну, на самом деле, это, может быть, относится к какой-то части проповедников, но к нам это не имеет никакого отношения, потому что, говорю, наш минус заключается в том, что мы не можем там, ну, просто вот как, через телевидение особенно, ну, вот как вот так, продемонстрировать о том, что мы действительно живем так, как мы проповедуем. Для этого надо просто прийти, то есть надо приехать к нам, посмотреть, да, как мы живем, о том, что наша жизнь соответствует, о том, что, ну, на самом деле, мы с понедельника по пятницу, мы очень интенсивно работаем, у нас тоже постоянно стечение народа, и мы помогаем, мы служим людям, мы в служении исцеления, мы в служении освобождения, мы в служении благословения, мы для того, чтобы благословлять здесь народ, людей, мы для этого здесь поставлены. Почему мы так поступаем? Потому что Иисус Христос нам покажал очень хороший пример. Иисус Христос тоже говорил, и Он тоже говорит, да, то есть Он не болтает. Сказать про Иисуса Христа так, о том, что, ну, это тоже был болтун, это, в моем представлении, это богохульство. Иисус Христос тоже говорил, и мы поэтому, ну, просто и мы тоже говорим, да, Иисус говорил, и мы говорим, но отличие Иисуса Христа, Иисус это абсолют. Он говорил, Он учил, потом Он вёл учеников и демонстрировал. Своим примером показывал о том, что я не только говорю, но я это исполняю и делаю. Всё то, что Иисус Христос говорил, Он всё это исполнил. Хотя Его заповеди, они были намного выше Моисеева закона. Можете сказать аминь? И Он всё это исполнил. Самое главное Его пророчество о том, что Он говорил, что Он это исполнит, о том, что мне надлежит быть убитым, когда возьмут Меня в Иерусалиме, Меня распнут, Я буду мучен, Я умру и на третий день воскресну. Исполнил это Иисус Христос? Исполнил. Он первый воскрес из мёртвых, первенец написан из мёртвых. И поэтому Он обещал, что так как Я воскрес, и вы также будете воскрешены, те, которые поверят в имя моё. Иисус Христос есть исполнитель Своего Слова. И этим самым Он нам показывает такой чёткий, ясный пример о том, что мы должны последовать за Ним. Апостол Павел, вы знаете, на самом деле, я вот на сегодняшний день я не ориентируюсь на апостола Павла. Мой самый главный критерий, мой ориентир, мой эталон – это Господь Иисус Христос. Хотя апостол Павел пишет так, о том, что подражайте мне, как я подражаю Иисус Христу. Почему он так пишет? Потому что апостол Павел знает, когда человек только новорождённый, когда он ещё не вырос, он ориентируется христианин, верующий, верующий в живого Бога. Но всё ещё ориентируется на видимые вещи. И потом и Иоанн, и апостол Павел учат о том, что ну не смотрите на видимое, смотрите на невидимое. Потому что видимое тленно, а невидимое что? Оно вечно. Мы ориентируем на Иисус Христа, потому что изучая жизнь апостола Павла, мы тоже можем найти какие-то минусы, где он тоже ошибался, где он тоже где-то вот так, ну просто показывался как человек, как личность какая-то такая, ну просто на самом деле, которая имела изъяны, и он это не скрывает. Он говорит о том, что я не почитаю себя достигшим. Я тоже могу сегодня так же сказать, как думаю, что и все мы можем сказать о том, что я не почитаю себя достигшим, но стремлюсь по части высшего звания на небесах. Помните, да, апостол Павел это писал? Я не почитаю себя достигшим, как же апостол Павел. Я стремлюсь, я только стремлюсь на самом деле, каждый раз познание, ну хоть сегодня еще немного Господь, еще немного ближе, да, еще что-то прочитать, еще помолиться, еще кому-то помочь. Но самое главное, я для себя уже давно открыл о том, что мой мозг, он должен быть отделен для Господа. Я призван думать только о том, что чисто, только о том, что свято, только о том, что достославно, только о том, что справедливо, потому что это готовит путь моему Господу. То есть чтобы Господь мог прийти в мою жизнь в любой момент и сделать то, что Он хочет, чтобы Его воля исполнялась. Аминь или не аминь. Вот это цель. Тогда на самом деле цель и полагание, оно звучит на самом деле о том, что наша цель это достичь Бога, слиться с Ним единой, утвердиться в Нем, ходить в Нем, двигаться и позволять Ему делать то, что Он хочет. Все остальное, успех, финансы, какая-то слава, это все настолько, ну, просто оно прилагается, оно приложится, но оно для нас уже не будет иметь какого-то значения, потому что мы уже прилепились к нашему Господу, который есть превыше всего, Он есть источник. Если мы поняли цели и полагания, тогда мы можем двигаться дальше. Аллилуйя. Потому что сегодня у нас такой практический семинар. Автор книги дает пять шагов, пять ступеней, и нам очень важно через все эти ступени проходить. Почему это важно, Я хотел бы прочитать на 153 странице, где написано, что все пять шагов необходимы. Что это за шаги такие? Пройдя через все пять шагов, первый шаг – осознание, второй шаг – сосредоточенное размышление, третий шаг – запись, четвертый шаг – ревизия, и пятый шаг – осуществление. Вы заложите твердое основание для перемены ядовитых мыслей на ваше здоровье. Если вы просто будете провозглашать позитивные лозунги, не заложив солидного основания, ничего хорошего не случится. А получится то, что психиатр называет когнитивный диссонанс. Диссонанс когнитивный – это значит поведенческое несоответствие. То есть думаем одно, говорим второе, делаем третье. Вот это и есть поведенческий такой диссонанс, дисгармония. Библия называет это двоедушие. Следствие мы знаем, да не думает такой человек что-либо получить от Господа. Пытаясь измениться, пребывая на ложном фундаменте, вы не сможете создать здоровые образцы мыслей в вашем мозге. У вас не будет мира в душе, и когда придут серьезные испытания, ваше исповедание не основано ни на чем, развеется. Я абсолютно согласен. На 156-й странице я хотел бы, чтобы мы буквально сегодня прописали, потому что у нас уже начинается практикум, чтобы вы в своих записных книжках написали «Первый шаг осознания». В этой книге эта вся 11-я глава посвящена осознанию. Что такое осознание? Мне хотелось бы, чтобы вы прослушали, прослушали, потому что это можно, например, на Ютубе или в Гугле, вот так просто набираете. Включите свой мозг. Кэролин Лайф. На Ютубе сразу выходит несколько таких видеопередач с участием Лив. И именно ее книга, где не автор, а таким мужским голосом, просто вся эта книга зачитывается. И можно так выборочно, например, 11-ю главу прослушать или там 12-ю главу, потому что там пошагово идет. Прочитайте обязательно, когда вам захочется на самом деле просто что-то осознать, дополнительно почитайте 11-ю главу. Там все об осознании. Это надо делать каждый день, начиная с понедельника по буквально 1-2 минуты осознания. С чего мы обычно начинаем? О том, что мы этому на самом деле, мы учили этому в 90-х годах. У нас это называлось библейское провозглашение, провозглашение каких-то библейских стихов, разрушение каких-то сатанинских твердынь. Очень важно начинать с того, что определите и определитесь, какая мысль вас беспокоит. То есть надо найти сперва токсическую мысль. Токсическая мысль, которая вам, ну просто на самом деле, ну это как какая-то навязчивость, она мешает. Кто-то может думать так о том, что у меня слишком большие страхи, у меня какой-то заложенный какой-то вот такой пессимизм, скептицизм, да, я ни во что не верю. Мои родители были бы такие-то, 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 они меня не научили, у меня ничего не получается, я неудачник. И выберите какую-то основную мысль, которую вам надо просто ее разрушить. Библия об этом говорит так, что мы пленяем всякое помышление, восстающего на Иисуса Христа, в пленении, в подчинении нашему Господу Иисусу Христу. Вы знаете, если бы это не было важно, апостол Павел бы об этом не писал, но он пишет об этом. Говорит, мы призваны пленять. Вот такие мысли надо пленять на самом деле и просто вот так, каким-то образом их просто низвергать из своего мозга. На первом этапе надо осознать, что вот эта мысль, она разрушает меня, она разрушает мою жизнь, она разрушает мое ближайшее окружение. Ну, например, о том, что я не смогу. Вот просто одна какая-то мысль. Я не смогу. У меня это звучит постоянно, вот так периодически в моем сленге как-то звучит, может быть, какими-то другими словами. Осознали. Второй шаг. Сосредоточенное размышление. Одна-две минуты. Каким образом эта мысль разрушает меня? Тоже поразмышляйте на эту тему. Дополнительно прочитайте 12 главу этой книги. Она очень подробно описывает, что такое сосредоточенное размышление. Я не буду подробно раскручивать сегодня, что такое сознание, сосредоточенное размышление. Но рано или поздно мы дойдем более подробно, поговорим об этом. Сегодня моя задача запустить вот эту 21-дневную программу детоксикации своего головного мозга. Может быть, на первых этапах вы не до конца будете понимать, но самое главное уже начинать практиковать, потому что это очень важно, чтобы нам не терять время. Третий шаг – это запись. Вы знаете, я заметил, что запись каким-то образом влияет на человека. В том плане, что, например, когда я готовлю проповедь, я могу не записывать. Например, если что-то мне пришло, какое-то сильное откровение, и оно мне четко, ясно отпечатлелось в головном мозге, в моем сердце, я выхожу по памяти, цитирую какие-то места, мне хорошо, я буквально плыву в этом откровении. Но если какая-то тема, она твердая, я лучше свою проповедь, естественно, пропишу ее. И вот интересно, когда я ее прописываю, то мне потом даже не надо заглядывать в свою записную книжку. Она как будто у меня записана уже на уровне подсознания. Я просто ее читаю как бы у себя с подкорки. Если я не записал какую-то твердую такую пищу, она может мне прямо во время проповеди она может улететь, она может улетучиться. Я могу мысль потерять. Но если она у меня прописана, как вот сегодня, я все прописал, я даже могу не смотреть. То есть я уже записал ее у себя на подкорке. И это очень важно. Запишите вот эту мысль буквально, потому что потом напротив этой мысли надо написать что-то хорошее. И это очень важно прописать. Четвертый шаг. Ревизия. Ревизия – это пересмотр, переосмысление. О том, что просто переосмыслить как-то, вот поспоминать немножко, какая на самом деле уже вот эта мысль, насколько она глубоко вкралась в меня, насколько она уже принесла какие-то вот такие, на самом деле, последствия в моей жизни, сколько людей там, может быть, уже пострадало. Ну, не только я пострадал, а то, что я там во что-то не верю. И пятый шаг – это осуществление. И вы знаете, осуществление – это очень интересно. То есть это уже непосредственно практикум. Практикум немысления, да, он очень важный, да, о том, что вот просто, как бы это так вот более ясно объяснить. Знаете, вот когда мы проходили разные такие тренинги, ну, это уже такой тест с бородой. Любой психолог, ну, по сто раз, наверное, это слышал, нам задавали такой вопрос. Ну, приезжаем на какой-то тренинг, и нам говорят, вот, попробуйте одну минуту не думать о розовой обезьяне. И мы сидим, ну, пауза такая, и мы ровно минуту думаем об этой розовой обезьяне. Вот, и вот от этого трудно избавиться, на самом деле. Пока мы не нашли выход о том, что вот, ну, просто мне предлагают очередной раз, подумай, ну, просто на самом деле, попробуй не думать о розовой обезьяне, минуту или пять минут. И я представляю себе какую-нибудь серо-буро-малиновую, да, там, какую-нибудь такую яркого какого-то цвета, там, коалу, там, например, или ленивца, мне нравятся эти животные, которые свисают вниз головой, смотрят на меня и улыбаются. И я понимаю то, что для того, чтобы переключиться с чего-то негативного, мне надо найти что-то мощное, яркое, позитивное. Вот, и мгновенно, то есть, моя мысль переключается, и я уже не думаю о розовой обезьяне. Я думаю о чем-то хорошем, то, что мне нравится, потому что розовая обезьяна мне не нравится. То же самое здесь с осуществлением, о том, в том плане, что просто как, вот, на самом деле, не допустить свою жизнь вот этой деструктивной мысли, разрушающего какого-то чувства, гнев, книг, раздражение. Ну, просто вот, на самом деле, самая лучшая реакция в данном случае, это отсутствие какой-либо реакции, это полное игнорирование. Ну, просто вот, на самом деле, меня для этой мысли больше не существует. Эта мысль, она для меня просто умерла, потому что я понял о том, что она мне не принесла ничего хорошего, ничего полезного, я больше не буду ее думать. Я принимаю решение, я буду думать о хорошем. И вот, можете вы мне привести место из Писания, которое полностью разрушает вот это, не могу, я не могу. В Библии есть все ответы, аминь. В Евангелии написано, все могу в укрепляющем меня, Господи Иисусе Христе. Без исключения написано, все могу. Ты не имеешь права, как христианин говорить, я не могу. Не имеешь права. Может быть, ты просто не хочешь, да? Но на самом деле, мы все можем. Вот мы, христиане, мы все можем. Для нас гор не существует. Мы можем все вот так просто сметать на своем пути, потому что мы верим в Живого, всемогущего Бога. Аминь или не аминь. Слава нашему Богу. Если у кого-то закрался какой-то страх, мне страшно, да? У меня была какая-то фобия. Я такое пережил, вы даже себе не представляете. Какое место есть, которое разрушает всякий страх? И оно написано в первом послании от Иоанна, да? Вот на самом деле. В четвертом главе вы можете прочитать. Совершенная любовь изгоняет всякий страх из вашего сердца. И опять же, без исключения, нет такого страха, который не могла бы победить любовь Иисуса Христа. Он все победил, он все распял. Когда ты входишь в Иисуса, когда ты входишь в унисон с Ним, поворачиваясь к своему страху, это вот как практика, осуществление. То есть, ты смотришь на этот страх, и тебе уже становится не страшно, потому что тот, кто в нас, он больше того, кто в этом мире. И потом, следующий этап, тебе надо опять же прописать. То есть, вот негативная, какая-то мысль, токсическая мысль. Я ее осознал, я промышлял над ней пару минут, я прописал ее, я сделал ревизию о том, насколько она мне навредила. Я осуществил, я перестал о ней думать. Я сказал вот так, поставил просто крест на ней, я больше не буду думать об этом. Опять я прогоняю уже следующий цикл. Но следующий цикл, это уже осознание хорошей мысли, осознание того, что Господь, теперь я буду только думать, что в Библии написано, что я все могу, выкрепляющий меня Господь Иисус Христе. Я одну-две минуты, я думаю об этом, запишите обязательно. То есть, опять же, первый шаг, осознание. Опять прочитайте 11 главу. Две минуты подумайте о том, что я все могу. Второй шаг. Две минуты подумайте, поразмышляйте о том, что да, с Господом я все могу, действительно все могу. У меня же были такие случаи, у меня же есть личные свидетельства. Все могу, утверждающий меня Иисус Христе. Третий шаг. Напротив той мысли, которая вас разрушала, я не могу. Напишите мысль, все могу. Аминь или не аминь. Напишите, все могу, выкрепляющий меня Господь Иисус Христе. И это тоже написано, кстати, в послании к филиппийцам. И пятый шаг. Осуществление. Поставьте себе какую-то цель, то, что вы раньше не могли, и у вас были какие-то опасения. Поставьте себе цель, ну теперь-то я могу. И просто возьмите это и реализуйте. Сделайте. Воплотите. О том, что вот раньше вот этого не мог, а теперь я могу. Раньше я, например, я не мог нырять на глубину 30 метров, но теперь я получил допуск. И могу нырять на глубину 30 метров. Я получил доступ там входить на какие-то потонувшие объекты, входить вовнутрь, хотя раньше мне это было запрещено. Это для меня было недопустимо. Мне и самому было так немножко страшновато. Можете себе представить, что просто вам сказали о том, что вот на глубине 30 метров лежит корабль, и там вот просто какие-то там возможно сокровища там в закрытой каюте, но это небезопасно. Полезли бы вы туда? Ну, кто-то бы, может быть, так немножко сказал, ну, извините, я пока не готов. Вот. Я сделал этот шаг. То есть вот на самом деле, то есть в моей жизни вот сейчас очередной этап. Нас пригласили в качестве основных спикеров с моей супругой Натальей в Сеул на международную конференцию, которая называется РУСТА. То есть там будут русскоговорящие, более 200 пастырей-служителей, и мы там будем готовить, говорить доклад, и моя задача сейчас подготовить доклад, чтобы он был достойный, чтобы мне выступить, и я уже готовлю. Раньше у меня такого не было, я не выступал на таком уровне. Я тоже могу так себе сказать, ну что, ой, получится, не получится, но у меня получится. Аминь или не аминь. Вот. Ну и я прописываю о том, что пишу осознание. Так. Первый шаг есть о том, что цель поставили, поразмышлял над этим, прописали там, планирование какое-то сделали, четвертый шаг, пересмотрели, переосмыслили, правильно, неправильно, как там в сердце заглянули, там все спокойно, все мирно, и осуществляем, реализуем. Слава нашему Богу. Мне хотелось бы еще раз вот эту мысль повторить, о том, что для чего мы все это делаем. И мне бы очень хотелось, чтобы мы сразу направили свою сущность на то, что мы это делаем не для самих себя, не для каких-то своих человеческих, меркантильных целей или интересов. Мы хотим это сделать для того, чтобы предоставить здесь Богу определенный такой плацдаром, для того, чтобы расширить Божие царство, для того, чтобы Бог смог сделать через нас намного больше, чем Он может сделать, но без нас. Каждый из нас уникален. У нас есть колоссальная возможность. Вот именно вот эта книга, она вскрывает вот этот потенциал, что мы на самом деле сейчас учимся тому, чтобы помогать Богу самым максимальным образом. Господь, у тебя есть какой-то план? Вот помоги нам. Пусть на первом этапе это будут какие-то вот на самом деле. Мне надо очистить свой мозг от всего того, что мешает, всякие сомнения, всякие колебания прочь из моей жизни, всякие твердыни. Знаете, вот кто-то сказал о том, что еще в Казахстане, о том, что у меня есть дар. То есть у меня есть дар. Он заключается в том, что у кого-то дар евангелиста, у кого-то дар пастыря. Я пастырь, но мой дар заключается в другом. Я учитель. Изначально у меня было такое помазание. И мой дар всегда заключался в том, чтобы разрушить какую-то твердыню в мозге человека, вывести ее и вложить что-то новое. Вот это просто на самом деле. И поэтому эта книга мне очень нравится, потому что на самом деле Кэролан Лайф, она движется вот в этом же самом направлении. Она разрушает все то, что нам мешало когда-то. Она выводит, производит детоксикацию мозга. Но не эта цель. Наша цель – это обновление мышления для того, чтобы, как это Библия говорит, нам приобрести разум Христов. Вот эта цель. Так и написано. Мы имеем разум Христов. И об этом очень много. Если помните, я это место приводил, может быть, сотни раз, только уже в Болгарии. Мы имеем разум Христов. Нам надо на этом стоять. Мы познали, что есть чувствование во Христе Иисусе, то есть эмоциональный уровень. Мы признаем к тому, чтобы чувствовать то, что чувствовал Иисус Христос. Он позволяет нам это чувствовать, вот эти какие-то свои переживания. И мы познали, что есть воля благая, угодная и совершенная. Воля Божия. Мы это познали уже. Мы на этом стоим. Поэтому вот просто вот на самом деле цель Иисуса Христа. Вот у нас есть какие-то свои цели, а Бог свои цели в Библии уже прописал. Его желание, да, Его желание о том, что Он пишет о виноградной лозе. Он говорит, Иисус, о том, что пребывайте на лозе. Без лозы вы не сможете принести плода, потому что только те, которые на лозе, то есть лоза, это Иисус Христос, они смогут принести плод, и этот плод будет что? Пребывать, умножаться. Аминь или не аминь? Это цель Иисуса Христа. Бог не против того, чтобы мы думали о чем-то хорошем, чтобы мы обновлялись, чтобы на самом деле стали здоровее. Вот способ стать умным, счастливым и здоровым. Бог не против этого. Но у Бога другая цель. Все вот это, да, там, финансы, ум, успех, известность, здоровье. Это все идет вот так. Просто, как это называется? Не, не мамолетом. Это идет в довесок. Просто как вот, ну, на самом деле, как прилагающийся определенный такой, как инструмент. Да, на самом деле. Потому что я хочу сказать о том, что мир это привлекает. Мир это привлекает. Мир привлекает что? Деньги, да, стать богатым. В мире это цель. В безбожном мире это цель. Стать известным, стать здоровым, стать, долго жить. Но я хочу сказать о том, что, ну, проживешь ты эти сто лет. Но я хочу сказать о том, что, вот с Богом один день, да, лучше тысячи лет. Без Бога. Вот для меня лучше один день. Но с Иисусом. Если ты познал Иисуса, ты понимаешь, о чем я говорю. Я уже заканчиваю. Домашнее задание. За эту неделю вам просто необходимо или прочитать, или прослушать. То есть эта книга в доступе, в интернете, вы можете ее легко найти. Потом эта книга придет, мы ее будем распространять. Вот. И эту книгу надо, если можете самостоятельно приобрести, то можете заказать и купить ее. Но лучше, если бы эта книга, она была у вас, ну, на руках, чтобы ее в любой момент можно было вот так открыть там, где необходимо. Потому что аудиокнига, она немножко здесь есть, какие-то обленные минусы. Но задача это прочитать книгу, ознакомиться. То, что непонятно, можете мне в личку там писать, задавать какие-то вопросы. Можете перепробовать, можете послепробовать, прояснять какие-то моменты, которые, может быть, не совсем понятны и написаны каким-то, ну, может быть, непонятным для вас языке. Я еще раз повторяю о том, что практикум, он заключается в том, что мне надо на этой неделе осознать ту токсическую мысль, которая меня разрушала когда-то, да, и принесла мне какие-то обленные последствия, прописать это, сделать какую-то еще раз ревизию и осуществить в плане того, что я принял решение больше этой мыслью не думать, не жить. Она для меня не имеет никакого значения. Второй цикл пропустить. Осознать хорошую мысль, созидающую. Давайте мы будем развивать созидающее мысление, потому что когда мы мыслим созидающее, мы сами в этот момент, мы что делаем? Мы созидаемся. Когда мы мыслим разрушающее, мы в этот момент что делаем? Мы саморазрушаемся, мы тлеем. Библия так говорит. Но когда мы на самом деле мыслим вот так созидательно, на самом деле, о том, что я буду думать о том, что чисто, Библия так говорит, что справедливо, что честно, что свято. Потому что в этот момент я готовлю платформу, я настраиваю себя на волну Святого Духа. Мне нравится хороший пример. Это мама Юли Павловой. Я помню, она рассказывала такую историю, что она где-то стояла, там она была у нас универсалом, она у нас церкви готовила, и чистила, и убирала. И она со шваброй где-то стояла посередине комнаты и застыла. И кто-то проходил мимо и говорит, а что ты это, застыла, что ты замерла, что с тобой? И она говорит, тихо, тихо, я настраиваюсь на волну Святого Духа. И вот она с этой шваброй вот так стоит. Сейчас, тихо, тихо, вот сейчас, оп, поймала. Нормально, все, пошли дальше. Очень важно настраиваться на волну Святого Духа. Для этого надо мыслить, да, о том, что просто в соответствии с Божьим Словом нужно читать, нужно молиться, нужно промаливать. Когда на самом деле, я могу сказать о том, что Бог свят, и написано так, что будьте святы, потому что Бог свят, потому что Бог не сходит на что-то скверное или что-то грязное, или что-то оскверненное. Он сходит на очищенное, на то, что Он предварительно омыл своей святой благодатью. Понимаете, о чем я говорю? Когда мы омыты, когда мы открыли свое сердце, когда мы сказали, пригласили Иисуса Христа, Господь, вводи в мое сердце, омой меня своей святой кровью, все, я подготовлен. Мне надо прилагать усилия для того, чтобы, вот на самом деле, в определенный момент на меня сошла Божья слава, чтобы через меня свободно проходил Дух Святой, чтобы через меня свободно, спокойно проходила сила, понимаете, помазание, мудрость Божия, потому что Бог нам дал не духа страха, а духа чего? Духа любви, силы и целомудрия. Написано так в Библии? Я ничего не придумал. И тогда Бог приходит, в определенный момент Он придет, и вот на самом деле, это стоит того, это стоит всего, абсолютно. Стоит тебе пережить Бога, ты от этого уже никогда не сможешь отказаться. И вот это на самом деле практика, мы будем это практиковать. То есть на этой неделе каждый день нужно примерно 10-15, ну, у кого-то там, может быть, 20 минут идет на то, что в общей сложности прогнать какую-то токсическую мысль и принять в себя какое-то позитивное созидающее слово с Библии о том, что все могу в укрепляющем меня Господе Иисус Христе, что Божья любовь настолько меня наполняет, что она изгоняет из меня все то, что ему не угодно, всякие страхи, всякие фобии, они просто уходят, потому что тот, кто во мне, он больше того, кто в этом мире. И вот так мы практикуем. Потом вы можете уже запланировать какую-то оплёную, такую, знаете, на самом деле, цель, на практике, как это выглядит. На этой неделе вы можете запланировать себе, ну, просто что-то, какое-то событие. Например, вы просто о чём-то мечтали, вы что-то хотели, вы что-то получили от Бога, и вы хотите, на самом деле, вот просто, в первую очередь, вы это осознаёте, вам надо увидеть эту картинку, о том, что, например, там, я еду в Южную Корею, в Сеул, да, мне надо чётко представить, я на себе привожу, поразмышлять, как там всё будет, как это, там, конференция там, ну, вот просто вот, как там нас встретят, как мы выйдем, в чём мы будем одеты. Мне это надо будет прописать буквально, то есть я это прописываю, вот, я буду говорить о том-то, о том-то, у меня будет план, вот, моего доклада. Потом я опять всё на четвёртым шагом пересмотрю, переосмыслю, прочитаю ещё раз следующую, 14-ю главу, и потом, собственно, осуществление, да. Осуществление, практика, если вы хотите что-то реализовать, вам надо хотя бы предварительно прописать эту дату, то есть когда я это исполню, написать дату и приблизительное время, о том, что вот в эту дату я это реализую. И тогда в вашей жизни начнут происходить какие-то реальные вещи. Вы знаете, на самом деле, в чём христиан последнего времени можно упрекнуть о том, что, ну просто вот, я как-то так честно спросил у самого себя, слушал бы я свои проповеди? Вот если бы я там жил где-нибудь там, ну, в Казахстане, там, или где-нибудь в Якутии, и вот бы включил бы нашу передачу, и вот слушал бы, слушал, в какой-то момент я бы так просто, вы знаете, просто, я бы устал бы слушать, потому что это всё теория. Людям нужна практика, людям нужны какие-то коренные реальные перемены. Люди хотят меняться, люди хотят видеть, они хотят пощупать. Ну, на самом деле, ну если вы говорите, ну это же должно прийти в мою жизнь, ну как оно придёт, если просто вот там кто-то говорит, а я там слушаю, и завтра уже не помню, о чём он говорит. Вот практически вот такие семинары, они отличаются тем, что, ну вот на этом построена и когнитивная психотерапия, и там гештальтерапия, что там мы подводим людей к реализации, к практике. Пусть вас эти термины не пугают, потому что, на самом деле, есть уже очень много христианских в этом направлении. Кстати, Эрик Бёрн, основатель трансактного анализа, я читал эту книгу давно, 20 лет тому назад, он писал, что, я говорил об этом, базовая потребность человека это любить и быть любимым. То, о чём сегодня Карлайн Лив говорила, о том, что мы созданы для чего? Мы созданы для того, чтобы любить. Если мы не любим нашей жизни, она теряет смысл, теряет своё предназначение. Если мы осознаем, что нас не любят, да, нам становится плохо, мы впадаем автоматически в депрессию. Но у нас есть хороший выход. У христиан есть хорошее сбывшееся обетование о том, что кто-то нас любит, уже любит, уже давно любит и любит такое безусловное, какое-то, знаете, я бы сказал, превосходящее всякое разумение, любовью. Это Иисус Христос, который умер за нас, да, который свою любовь доказал тем, что Он умер за нас, когда мы были ещё грешниками, когда мы, ну вот, Он принял нас своей какой-то безусловной любовью. И когда я понял, что кто-то меня любит, в моей жизни начали происходить перемены, я начал расцветать. Когда знаешь, когда тебя любят мощность, сильная любовь, ты начинаешь распускаться как цветок. Аминь. Слава нашим Богу, я заканчиваю. Вернее, я уже закончил. Я ничего не забыл. Здесь в заключении что происходит реально выстраиваются какие-то цепи. То есть, мы будем проходить, возможно, в следующий раз мы будем уже более подробно проходить, как устроен головной мозг. Я уже как бы кидаю туда уже материал, информацию, чтобы вам было интересно прийти в следующий раз. Я думаю, приходить будет интереснее, чем слушать через телевидение, через средства массовой информации, потому что когда ты вот здесь находишься, это все равно, что увидеть северное сияние самому лично или увидеть северное сияние по телевизору. Есть разница какая-то? Мы были в океане, мы снимали на камеру, но я хочу сказать о том, что камера не передает. Может быть, даже сотая часть того, что мы там видели на самом деле. Ну не те краски, но не те размеры. Просто так хотелось передать эту красоту, мы засняли, но потом сами смотрим. Ну красиво, но мы видели красивее. Вот приходите на богослужение, здесь будет красивее. Ну потом можно, конечно, посмотреть, еще раз пересмотреть, но здесь будет классно, потому что здесь Божье присутствие, Бог сюда сходит. И вот здесь, вы знаете, на следующее я хотел бы вот так как бы мостик туда кинуть о том, что именно Криллайн, она сделала научное открытие в плане того, что когда мы о чем-то длительное время мыслим хорошо, позитивно, выстраиваются новые нейросенсорные связи, наш головной мозг буквально в этом отношении начинает вырастать, расти. Те связи, которые мы перестали применять, они начинают разрушаться и начинают выводиться из нашего организма. Я хочу сказать о том, что мы, может быть, даже не догадываемся, многие люди, я хочу сказать, это как факт, уже доказанный факт, когда человек думает длительное время плохо, вот о чем-то негативно или постоянно думает негативно, я хочу сказать правду, этим самым он вызывает образование рождения, зарождение раковой клетки. Мы должны это знать. Китайцы об этом знали уже пять тысяч лет тому назад. В китайских трататах мы читали, когда учились в Китае, о том, что когда человек, ну это прописано в теории УСИН, например, пять элементов, о чем-то думает, китайцы это назвали тяжелые раздумья. Это является первой причиной образования онкологического заболевания. Тяжелые раздумья, когда человек вот так что-то думает. Еще одна какая-то такая важная деталь, о том, что мы слушали все Марк Гангара, замечательный учитель, потрясающий. Я в восторге от того, что он дает. Он там проговорит какие-то такие моменты, которые я для себя очень много взял, о том, что, например, мужчины так устроены, что они не могут одновременно думать даже о двух вещах. Мужчина вот, ему надо вот этот ящичек вот так, чтобы он ни к чему не прикасался, вытащить, вот, просто потом отложить, и потом он там будет что-то из этого ящика доставать, и он только в этом ящичке. Вот. Женщина, она может думать одновременно о сотне каких-то вещах, у нее все связано со всем. Ну, то есть, он там объясняет вот это, да. Я хочу сказать о том, что вот в этой книге говорится, опровергается эта мысль о том, что женщины могут так думать, но не нужно так думать, потому что как раз таки, когда вот появляется вот такое рассеянное, ну, то есть, когда женщина пытается думать о всем и сразу, это тоже является базой к развитию онкологии. И поэтому, знаете, на самом деле, надо принять решение. Вот. Я женщина, да, но я не хочу думать о сразу всех вещах. Я буду брать вот одно направление, потому что это напрягает мой мозг, это вызывает стресс. И опять же, автор этой книги очень хорошо прописала, что стресс на первом уровне действует положительно, он нас тряхивает. Но когда этот стресс становится хроническим, он начинает нас разрушать. Вот на этом я закончу. Пусть Бог вас благословит. Сегодня хочу еще представить одно сильное свидетельство, которым хочет поделиться. Я попросил ее выступить сегодня. Это кандидат психологических наук, действующий христианский психолог Мария Васильева. Давайте.